всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о самых часто встречающихся заблуждениях вопросах касаемо logic и я с этим связываю некоторые ошибки которые допускают люди которые только-только вот либо перешли на секвенсор либо вообще только начали заниматься музыкой и статистику я брал из нашего telegram чата а если вы еще не там то обязательно подключайте ссылка есть в описании и вот эти вопросы очень часто прилетают именно от людей которые вот до этого сообщения не писали и зашли в чат и написали поэтому я вот эти вопросы собрал вы наверняка с ними сталкивались но опять же для будущих поколений лоджика водов скажем так я думаю это видео будет полезно но тем кто уже опытный пользователь возможно он улыбнется и вспомнит себя в былые годы когда только-только знакомился с logic и так ошибка номер один это закрытие окна когда у нас остается что-то открытое то есть в чем суть очень часто бывает такое что у нас открывается сессия вот в таком виде то есть вот человек открывает проект запустил logic там перезагрузил систему утром проснулся неважно вот включил компьютер загрузил свой проект на который вчера работал и вот он у него открывается вот в таком виде то есть висит один плагин ничего нету паника начинается то что происходит где мой проект где дорожки где вообще все где logic вот висит какой-то плагин эквалайзер ничего не происходит но это связано с тем что logic так работает то есть вообще как многие программы на mac который поддерживает много оконный режим в котором может быть много разных окон значит когда у вас что-то открыто касаемо проекта данном случае у меня этот плагин проект считается еще открытым а многие по привычке просто красным крестом закрывают сессию то есть главное окно там потом выключает logic нажимает сохраниться и именно в таком виде с одним открытым плагином у них сохраняется сессии потом на следующий день начинается фрустрация то что происходит решается очень просто у нас есть закладка window и здесь есть open main window вот горячая клавиша от можем и нажать и у нас опять открывается наше окно и соответственно в таком виде на надо опять сессию сохранить и уже в следующий раз нас все откроется в том виде но это работает не так если вдруг вас окна закрыты то есть если у вас кроме главного окна других окон не открыто да вы можете сессию закрыть крестом и у вас проект реально закроется то есть все дорожки выгрызется из оперативной памяти инструменты тоже у вас по сути будет проект закрытым считаться то есть logic предложит сохраниться и так далее и многие именно к этому привыкли сюда нажимают а потом когда у них где-то вдруг там остался открытым плагин может быть используется второй экран и там не доглядели то они закрывают сперва просто главное окно потом закрывает logic и получается что вот это окно плагин остался висеть и при следующем открытие у нас вот этого главного окна не будет останется только плагин то есть эта работа с окнами она также сохраняется скажем так в проекте только если у вас остается одно окно его закрытие уже означает закрытие проекта чтобы не путаться то есть от решения этой проблемы я рекомендую сразу приучить себя закрывать проект если вы хотите продолжать работать в лоджик то есть хотите с этим проектом закончите приключиться на следующий просто нажать файл close project либо вот выучить сочетание клавиш command alt w ну или command option w то есть вы нажимаете сочетание клавиш у вас лоджик точно закрывает проект со всеми окнами у вас может быть открыто там и микшер одновременно и несколько плагинов открыто то есть не нужно все это закрывать по одному вы просто перейдите нажимаете файл закрыть проект и спокойно открываете потом следующий проект который вы хотите открыть ну а если вы соответственно хотите выйти из программы то есть чтобы у вас лоджик не оставался висеть в фоновом режиме то соответственно нужно нажимать quick лоджик или команд q стандартное сочетание клавиш для всех и плавских программ что ж ну надеюсь что здесь понятно потому что очень частая проблема при нем все спрашивают вот решение команд 1 если вы вдруг тоже сохранили в таком виде без окна нужного главного вот нажимаем вот это open main window но во всех странных случаях я уже рассказал как стоит закрывать сессию чтобы такого больше не повторялось следующая частая ошибка когда у нас человек делает bounce то есть так называемый экспорт проекта уже всего то есть нажимаем команд бит нашу заветную клавишу здесь можно выбрать форматы в котором выводить файл и тогда мы выводим нашу сессию в том виде в котором она звучит со всеми обработками со всеми эффектами через наш стерео выход и у многих по умолчанию когда только только logic установил или только им пользуешься здесь стоит нормализация включить вот либо там overload protection only чем это чревато для людей которые еще не совсем прям вот погружены в процесс работы со звуком бывает что на мастере забывают поставить какой-нибудь лимитер при этом работают на больших громкостях то что все так довольно уходит уже в красную зону при этом должен отметить что logic сам по себе внутри работает в 32-битном режиме и прям таких явных перегрузов вы не услышите когда вы будете работать в logic и у вас будет все клиповать то есть если вы откроете микшер и у вас все дорожки будут какой-нибудь красной зоне ну точнее в рыжей зоне как касаемо дорожек то все равно вы не будете слышать прям какие-то вот супер искажения потому что так работает именно внутренний звук внутри logic но как только вы такой звук с баунсисти файл он у вас ну мягко скажем исказится но даже если этого нету то есть если нету никаких вот изменений там звуки нет никаких перегрузов и при этом вас стоит нормализация у вас может звук измениться уже постфактум то есть это вот второй частый вопрос там я вывожу звук из лоджика слушаю файл и звук вообще кардинально отличается от того что у меня было в проекте то есть я в сессии слышу чистый хороший звук а потом у меня он стал либо тише в файле либо вообще с каким-то там потрескиваниями непонятными еще что то то есть у всех разные проблемы разные результаты но принц причина одна и та же что не выключается нормализация поэтому я всегда говорю что нормализацию нужно отключать но чтобы не было перегрузов надо на стерео выход последним плагином ставить любой из лимитер какой бы он ни был можно встроен этот адептив лимитер использовать можно любой сторонний использовать можно использовать мастеринг плагин новый который у нас появился версии 10.8 там тоже есть встроенный лимитер который кстати еще лучше работает том что месте еще и максимизация громкости и ну такой можно сказать современный вариант то есть этот плагин он у нас как раз и подразумевает эту историю то есть можно пользоваться вот этими средствами и у вас то точно будет звук такой же как он звучит от при воспроизведении проекта такой же и будет в финальном файле будь то mp3 или вов но если что я про то как выводить mp3 как выводить вов для такого быстрого прослушивания записывал видео на нашем канале обязательно тоже посмотрите встречайте самое выгодное предложение специально для вас представляем вам новый пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем которые появятся в будущем все очень просто за 19 990 рублей вы получаете доступ ко всем курсам школы logic pro help здесь и сейчас и да доступ не ограничен никакими временными рамками один платеж полный доступ но это еще не все помимо курсов вы также получите большой набор дополнительного контента такого как пресеты плагины и наборы сэмплов а также бесплатную консультацию с любым из преподавателей нашей школы кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку не откладывайте обучение на потом начинайте прямо сейчас следующая ошибка тоже связанная с предыдущей когда у нас нарушается уровне того что мы слышим лоджики и что у нас там получается в файле очень часто бывает что люди смотрят вот на вот этот метринг смотришь здесь ничего не клипует мастер у меня стоит в нуле тоже здесь ничего не клипует ну либо может быть клипует но в нуле стоит то есть лимитер стоит все в порядке и выводит файл а потом там файли опять же искажение опять же не пойми что происходит и часто бывает такое что этот мастер фейдер не стоит в нуле что такое мастер фейдер мастер фейдер это как дополнительный фейдер для стерео выхода для чего нужен но он нужен для того что во первых здесь можно им управлять вот вверху главного окна ну то есть это такой быстрый доступ если вы например там работать с ноутбук вам нужно быстро послушать там быстрее тише или громче то вы можете просто вот здесь использовать этот фейдер всю сессию сделать погромче сделать потише и очень часто люди забывают поставить это в ноль то есть могут даже поставить в отрицательные значения и спрашивать почему у меня здесь уже все почти в потолке я разогнал лимитер довольно сильно а при этом звук у меня какой-то тихий файл который я потом вывожу опять же через баунс у меня становится тихим вот потому что этот мастер фейдер забывают поставить на ноль потому что они прям вот вместе со стерео аутом должны строго всегда ставить в нуле и только в процессе работы если у вас не позволяет громкой звуковой карты или еще какие-то технические ограничения и вам нужно прям послушать громче вы можете его увеличить что-то услышать что-то послушать особенно если дорожки у вас не очень громкие то есть это может помочь но выводить файл в таком виде точно не стоит то есть вам нужно перед экспортом обязательно поставить все в ноль напомню что вы зажимаете option и кликайте по фейдеру он встает в нулевое положение и таким образом ставив лимитер и уже здесь разгоняя до нужной громкости в финальный выход вы опять же делаете баунс и получаете ту же самую громкость которую вы слышали в сессии то есть это очень тоже важный момент про который новички часто забывают следить за вот этими двумя фейдерами потому что за стерео аутом мы можем в принципе следить и вот здесь когда выделяем дорожку до какую то есть мы видим что здесь у нас в нуле все в порядке но проекта фейдер мы можем забыть потому что здесь у нас не стоит значение мы его и особо не видим а в микшер ну не все всегда по неопытности заходит я перед экспортом и соответственно вот этот момент что у нас фейдер стоит не в нуле не все видят так что тоже обязательно за этим следите и так 4 частая ошибка вопрос почему я записываю свой голос а он меня записывается только в левый канал я сейчас вам даже продемонстрирую как это работает у меня сейчас микрофон подключен в девятый канал и вот я ставлю запись и вот мы видим под мониторингу что у меня голос идет в левый канал то есть если я сейчас запишу что-нибудь сюда то у меня запись будет только в левом канале давайте прям покажу вам раз-два-три 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 и вот мы смотрим и у нас соответственно запись произошла только в левый канал в правом тишина и получается если потом человек захочет послушать такую запись у него все будет звучать слева раз-два-три 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 ну я думаю что уже естественно опытные пользователи поняли в чем проблема проблема в том что человек создает стерео дорожку и пытается на нее записать моно сигнал а именно голос я уже рассказывал и касался этой проблемы в отдельном видео который называется моно или стерео обязательно посмотрите на канале она выходила несколько месяцев назад там где я разбирал эту ошибку в том числе и показывал вообще как работать с моно и стерео в logic но тут так как это опять же продолжается очень частые вопросы на эту тему я вам просто скажу что нужно когда вы создаете новую дорожку для записи убедиться что у вас здесь выбран именно конкретный один input то есть данном случае в моем 9 куда вот я сейчас говорю 9 вход а многие выбирают по умолчанию стерео дорожку это выглядит вот таким образом с плюсом то есть один плюс два три плюс четыре или 9 плюс 10 то есть выбирает вот такую версию входа или она уже стоит по умолчанию когда мы создаем новую дорожку она стоит уже здесь сюда люди не обращать внимание и создается опять же новая стерео дорожка куда мы пишем опять у нас все происходит в левом канале поэтому если уже даже дорожка создана вы всегда ее можете переключить в моно и у вас видите остается вот мой остается 9 input в данном случае и теперь вот уже я могу ставить запись и записывать у меня все будет записываться посередине в моно канал и уже с этим я могу работать как с обычным он источником потом панорамировать его куда угодно все это тоже частая ошибка вы помните что вокал это у нас монофонический инструмент и когда вы создаете новую дорожку проверяйте что вот здесь в audi input у вас выбран именно монофонический вход то есть чисто один конкретный вход звуковой карты например там 9 1 и так далее то есть зависит от вашего устройства так что это тоже обращайте внимание и вот этот вот это окно скажем так аудио дефолт то есть она именно вот настройка канала по умолчанию вы можете здесь выбрать конкретный вход и при каждом создании трека даже через дублирование у вас будет просто создаваться с тем же входом то есть не нужно будет каждый раз это переключать или здесь стерео переключать и так далее ну думаю что здесь тоже все понятно и последняя часто встречающаяся ошибка в нашем чате прям просто в топах каждую неделю это вопрос задается почему я открываю piano roll хочу отредактировать ну например партию синтезатора а у меня внизу продолжает отображаться партия фортепиано то есть вот у меня партия фортепиано и хочу отредактировать синтезатор или вот например арпеджиатор и там бас а у меня внизу как вот есть пиано пианино партия так она и остается все ничего не могу сделать здесь переключаетесь меняю меня если ничего не происходит опять же уже опытные пользователи знают в чем подвох подвох вот в этой кнопке link она по умолчанию всегда включена и нужно ее естественно оставлять включенный но я не знаю по неопытности или может случайно задеваю как-то вот новички и и выключают и соответственно при переключении между дорожками в главном окне у нас не обновляется редактор данном случае пиано ролл но включив обратно эту кнопку link мы теперь переключаясь в главном окне между регионами мы получаем соответствующее отображение вот здесь внизу почему это касается не только пиано ролл это касается в принципе редакторов то есть просто для меди дорожек у нас с вами редактором является по умолчанию пиано ролл поэтому именно он остается в фокусе меняется только материал а если мы возьмем вообще другой тип дорожки драмеру данном случае то у нас и редактор видите внизу поменяется это все тоже благодаря вот этой функции link который у нас здесь включена по умолчанию но еще и отключить то чтобы я здесь в окне бы не выбирал в главном у нас но имеется ввиду изменить и конечно то есть если мы меняем тип дорожки у нас редактор поменяется пошли пиано ролл нас не может работать с аудио дорожками вот но как только я переключусь например на обратно на миде у меня здесь внизу в пиано ролл отображается последняя партия которую я открывал через пиано ролл то есть бас в данном случае у меня загружены чтобы это эту порочную скажем порочный круг разорвать нам нужно опять включить link и у нас теперь будет все работать как надо то есть у нас выбранный регион в главном окне будет отображаться пиано ролле а многие спрашивают а для чего тогда это нужно это же неудобный вот зачем такую коварную кнопку здесь сделали но бывает это реально нужно то есть бывает что нужно либо следить за какой-то партией либо вы всегда можете в отдельном окне открыть пиано ролл то есть у нас есть open piano ролл и вот в этом отдельном окне которые вы можете разместить например на отдельном экране вы как раз таки скорее всего захотите отключить эту кнопку link чтобы видеть перед конкретную партию ну то есть вы бы себе поставили партию фортепиано в которой прописаны аккорды вы видите у вас как меняется гармония а вот здесь вот в главном окне уже на другой дорожке вы прописывать какую-то мелодическую партию ориентируясь на аккорды из пиано ролл но очень сценариев может быть великое множество поэтому естественно эта функция должна быть но главное не помнить чтобы она не отключалась по умолчанию то есть в 99 процентов случаев вы захотите чтобы она была включена этот линк связь между редактором и тем что у вас выделено в главном окне но в очень редких каких-то особенных случаях эту кнопку можно отключать опять же вдумчиво опять же понимает давая себе отчет для чего вы это делаете не вот но а новички сталкиваются с этой проблемой именно потому что видимо нажали один раз думать что она горит ухудку беру и пускай не горит ну вот и все и потеряет вот эту связь с главным окном они потом не понимают что происходит и идут к нам в чат за что им респект потому что так и надо нужно делать к нам нужно идти в чат со всеми вопросами и мы там всегда отвечаем но этот вопрос прям появляется очень часто как вы уже поняли поэтому я решил записать это видео если вдруг вы только-только начали пользоваться лоджик вот обязательно посмотрите скиньте своим знакомым кто тоже пользуется лоджик возможно они какие-то моменты не знали вот получился нас сегодня такой топ я дальше буду собирать какие-то частые вопросы скорее всего будет еще какой-нибудь топ через какое-то время выпущен где разберу еще следующие вопросы но вы обязательно подключайтесь в наш телеграм-чат где мы обмениваемся опытом по работе с лоджик по работе со звуком или с музыкальным оборудованием задавайте ваши вопросы я там всегда на связи также нас на связи очень много других участников нашего чата которые владеют лоджиком очень круто и здорово и то есть вам там всегда помогут и если у вас будет какой-то супер интересный вопрос которым на который нельзя ответить вот так вот в тексте я обязательно возьму его и разберу вот здесь у нас на youtube-канале поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать новые видео ставьте колокольчик и учитесь работать с лоджик это крутая программа которая вам поможет достичь ваших музыкальных желаний и раскрыть все ваши творческие возможности ну что ж с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока и